В нашем суровом северном крае живут замечательные люди, с сильным и крепким характером, а кроме того еще и талантливые. В их числе Аркадий Довжик, автор и исполнитель лирических песен, музыкант, которому не привыкать бороться с трудностями. По-настоящему нелегкой жизненной ситуации он не сдается и продолжает радовать людей своими произведениями. Творческий путь Аркадия начался еще в школе. Я родился в Белоруссии, в Гомеле, там в детском саду был, потом в школу пошел в первый класс там, но мы сразу переехали сюда в Аху. И здесь пошел я в первую школу, потом во втором классе в музыкальную школу, на скрипку, пару лет отучился на скрипке. Потом моя дорогая любимая учительница ушла в декрет, и я что-то как-то не захотел больше на скрипке учиться. Год гулял, потом в духовой оркестр пошел, и потом уже пошел в музыкальную школу по классу трубы. Я уже заканчивал музыкальную школу в 83-м году по классу трубы. И с детства, получается, с музыкой как-то связан, духовой оркестр, музыкальная школа. Окончив школу, Аркадий решил продолжить образование в сфере искусства и поступил в Южно-Сахалинское музыкальное училище. Окончил его в 1987 году. Во время военной службы на Украине Аркадий присоединился к армейскому ансамблю. Были попытки писать музыку в студенчестве, но серьезно он занялся этим после травмы, круто изменившей жизнь молодого человека. Где-то уже в училище, когда учился музыкальном, там что-то потихонечку начал сочинять, но это как-то так. А потом уже, когда оказался в нынешнем положении, от безделия начал сочинять. Получилось как, что еще училище у меня какая-то тема была, я ее что-то играл на фортепиано. Да, она у меня была, 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 была. А потом начал искать, попытался сам сочинить текст какой-то, у меня тогда не получилось, это год где-то 1994, наверное. Начал искать какие-то тексты в книжках, в стихах. Интересная штука получилась, случайно нашел текст, который вроде как подошел. Ну, думаю, временно оставлю его, и как-то так все склеилось, и получилась песня. Мой ребенок, на самом деле он полиглот в музыке. Вот он на клавишах играет, он преподавал, когда пианино было, у него приходили, он уроки давал на пианино. А вот эти духовые инструменты он одолел все. И когда волею случая он сломался, первое, что он сделал, когда он начал чуть-чуть поворачиваться и чуть-чуть лежать на животе, он написал похоронный марш. Я, конечно, была поражена, и потом потихоньку-потихоньку я его выбросила. Самая популярная песня Аркадия «Ан-24» практически стала «Гимном Ахи». Она известна далеко за пределами Сахалина. В 2004 году в Москве музыкант получил престижную международную премию фонда «Филантроп» в номинации «Авторская песня». И даже после этого Аркадий не ощущает себя знаменитостью и к славе относится скептически. И в далекую зиму его пассажиры кто в пух разадил, кто в меха. Уже представляю, какая внизу холодина нас ветром морозным подснежное встретит. Ага. Честно говоря, я сам до сих пор не очень понимаю, зачем люди интересуются, как вы говорите, моим творчеством. Мне это не совсем понятно. Ситуация немножко другая, потому что положение не совсем привычное. И получилось как? Где-то год 96-й, наверное. У меня что-то было там 2-3 песенки, может быть, всего. И мне мама там с кем-то разговаривала, что вот сыночек там что-то занимается, что-то пишет. И получилось, что от социальной защиты меня отправили в Шахалинск, там было мероприятие для инвалидов. И вот я туда поехал, первый раз публично выступил, и после этого потихонечку так начал. Ну, то есть не совсем это все как у нормальных людей получилось. Часто Аркадия приглашают выступить на различных фестивалях и концертах не только в Ахе, но и в других городах. Всегда его сопровождает мама Галина Саватеевна. Творческий дуэт посетил Южно-Сахалинск, Хабаровск, Москву и Минск. Больше всего запомнился Дальневосточный фестиваль духовно-патриотической музыки и поэзии, где наш герой стал лауреатом. Галина Саватеевна во всех начинаниях поддерживает сына. Ее жизнь тоже всегда была тесно связана с музыкой. Музыка как таковой никогда не занималась в силу великой-великой бедности. Но заканчивала педагогическое училище, это Брестская область, город Пинск. И там замечательные педагоги развили. Ну, певческие способности у меня с детства, я не знаю от кого. Пою я где-то лет с десяти. А так вот в училище, очень много мне дало это училище в плане познания нот, мелодий. Ну, и Господь подарил мужа, который играл на аккордеоне. И мы все гости, все дети, мы отмечали праздники рождения детей, праздники обязательно с музыкой и хороводы. Вплоть до того, что со двора всех детей собирали на дни рождения детей. И музыка сопутствует всю жизнь, сопровождает нас. В самые трудные минуты Галина Саватеевна держится, и Аркадию не дает упасть духом. Она вдохновляет сына, порой даже заставляет двигаться вперед. Бережно собирает и хранит все записи, дипломы, грамоты, фотографии и газетные статьи о нем. Я же мама. Ну как я не помогу ребенку? Ну как? Во-первых, во-первых, мне даже предлагали, когда он сломался, мне говорили, «Ой, ты вот сдай его в дом престарелых». Я возненавидела этого человека. Мы были подругами, соседками. И она так поняла это. И говорит, «Ой, Галя, прости, прости, прости». Я, вы знаете, я очень благодарна тому, что он все-таки прислушивается к моему мнению, помогает мне немножко, не глядя на то, что очень-очень часто ему тяжко. Ему тяжко. Но жить-то надо. Жить надо. И не просто жить. И то, что он делает, слава Господу, мы нигде не хвалимся. Мы нигде не лезем на рожон. Нигде не показываем. Но внутри себя мы живем красиво. Я довольна своей жизнью. Когда мне говорят, «Ой, ой, как тебе тяжело». Не тяжело. Не тяжело. Просто надо жить. Жить. Но так жить, чтобы и самому было приятно. И окружающим не стыдно смотреть в глаза. Сейчас Аркадий работает над очередной песней. А заодно готовится к новому концерту, который запланирован на начало марта. Пройдет он в районном дворце культуры. На вопрос о том, откуда берутся идеи для песен, и вдохновение пожимает плечами. Вдохновение. Вдохновение я вот никогда не понимал. С детства мне говорили. Говорили, особенно в музыкальной школе, в училище, в институте. Все мне говорили, что творческий процесс – это 1% таланта и 99% труда. Не доходило мне вообще никак. Думаю, ну как это? Есть человек, значит, талантливый, вдохновение, ну и вперед, что-то такое. Ну и со временем, с возрастом пришел я именно к этому выводу, что все вдохновение – это работа. На данный момент у Аркадия вышел всего один альбом. В 2005 году районный дворец культуры помог музыканту с изданием этого сборника. Еще один диск, где Аркадий играет в сотрудничестве с вокальным объединением «Молодые голоса», вышел спустя 4 года. Также песня «Ан-24» Аркадия Довжика попала в музыкальный сборник, который издали после Дальневосточного фестиваля «Благовест». Галина Саватеевна признается, что больше всего мечтает о выходе альманаха песен Аркадия. Люди должны знать таких людей, потому что все-таки в Ахе немного таких, как Аркадий. И вот хотела бы я, мечта у меня – создать альманах его песен. Прямо вот буквально всех. Начиная с таких вот слезких, с легких, полудетских. У него же песни на все времена года. На протяжении многих лет, преодолевая сложности, связанные со здоровьем, Аркадий Довжик пишет песни «Полные веры и добра». Своим примером он показывает, как можно в любой ситуации двигаться вперед, жить несмотря ни на что и нести людям свет, надежду и радость. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова